добрый вечер здравствуйте не получалось выйти в эфир я очень прошу вас написать мне слышно меня или нет надеюсь что видно вот сейчас хочу понять свои крали я вообще говорю напишите мне пожалуйста говорю ли я свой экран и видно ли слышно ли меня то никак не получалось выйти в эфир ok и давайте начнем с того что я хочу посвятить этот урок сейчас дайте поставлю лучше так вот каким-то образом я хочу посвятить этот урок любавическому рэбе потому что сегодня особый день и это человек который изменил всю мою жизнь и я думаю что на самом деле не только мою жизнь но и весь мир и жизнь евреев и неевреев и те доллары которые я получила от рэбе с его благословения мне лично сопутствует всю жизнь и думаю что нету темы более подходящий как говорить о мире и о любви и о единстве нашего народа каждой семьи и любви каждого человека одного к другому я хочу начать нашу беседу с двух рассказов которые я слышала от равославицкого первый рассказ лично мне очень тяжело рассказывать душевно но мне кажется его очень важно донести до вас и первый рассказ нас поскольку тема наша до война и мир и отношений между людьми первый наш рассказ будет о войне и о большом человеческом сердце и ученицах всевышнего у нас в израиле к сожалению с некоторыми промежутками постоянно проводят некие военные операции и тут я хочу вам рассказать повести речь о неком событии происшедшим во время операции у ферр от яцука первого погибшего солдата в этой операции звали дверь эммануэлов он был единственным сыном в семье где были еще девочки его папа до смерти этого солдата умер от некой болезни и когда этот солдат погиб понятно что горе его мамы оно было просто безраздельным совершенно беспредельным совершенно невероятным мы знаем с вами что после смерти человека через год принято делать алия так эвер подниматься на могилу собираться у могилы и вот собрались первый раз когда они встретились всей семьей у могилы этого солдата то мама расплакалась очень сильно расплакалась и дочери начали утешать понятно очень тяжело но нас кача сказала что я плачу сейчас не от горя я плачу от радости последнее время у меня было очень тяжело на душе я все время молилась и плакала и просила всевышнего подать мне какой-то знак ведь не может быть так что я родила своего сына и он прожил такую короткую жизнь и ушел ничего не оставив ни ребенка ничего я молилась молилась и просила и просила чтобы всевышний послал мне возможность обнять моего сына поцеловать почувствовать что совершенно невозможно не дай бог никому никогда почувствовать вообще горе этой мамы не дай бог никому такую да и вот ее племянница увидев как ее тетя убивается решила что она должна просто вытащить ее силой на какой-то спектакль на какое-то выступление она очень не хотела мамы это идти конечно и было тяжело но уступила просьбы девочки хотя мы знаем что в первый год в принципе не принято ходить на какие-то увеселительные события и вот приходит эта мама садится там на свое купленное место и вдруг не подходит маленький ребеночек стучит ее вот так вот по плечу говорит привет как дела невероятно красивый мальчик трех-четырех лет с красивыми глазами с красивыми волосами и вот эта мама совершенно да когда к ней подошел ребенок совершенно просто замерла и она говорит ну сядь со мной давай с тобой дружить давай с тобой очень маме вот этот маленький ребенок сделал хорошо на сердце и тут она слышит как мама говорит этому мальчику не мешай тете вернись карина свое место она берет ребенка отвезти назад к родителям и спрашивай как все взрослые как твое имя как фамилия он горит меня зовут эшель а еще у меня есть маленький братик и его зовут дверь и тут у у нее сердце дрогнуло это имя ее сына она подходит к родителям и спрашивает скажите пожалуйста а вашего сына и правда зовут дверь да да а когда ваш ребенок родился он родился до операции оффер от яцука или после тут родители замялись как-то не очень хотели отвечать но посмотрев на нее они говорят мы тебе расскажем мама этого младенца говорит я тебе расскажу что я очень плохо себя чувствовал во время беременности и буквально незадолго до родов я пошла к врачу нам сделали все анализы и выяснили что у ребенка очень сильный мум то есть сильная большая патология отклонения и скоро уже роды и ничего сделать невозможно у ребенка отклонения она пришла домой начала плакать что делать да мой ребенок видимо будет на всю жизнь больной будет сильно страдать и в этот момент она услышала по радио что погиб первый солдат в операции оффер от яцука и имя этого солдата двери мунелых в этот момент она вот так вот подняла руки к всевышнему и стала просить если ты мне даже здорового ребенка то я назову его в честь погибшего солдата чтобы ему было продолжение и чтобы его имя не ушло из этого мира мама солдата мама двери услышав все это не смогла удержаться и начала плакать почему вон ты плачешь спросила ее мама мальчиков она и говорит что я мама этого двера я мама двера эмануэлова как может быть что мы с вами оказались в одном месте как может оказаться такое что вас сын подошел ко мне как может оказаться что я повернулась и поднялась к вам я не понимаю какое-то невероятное стечение обстоятельств и тут мама малыша берет малыша из коляски на руки вкладывает в руки маме погибшего двера и говорит обними двера он нуждается в твоем объятии я хотела поставить этот рассказ после примеров и старые и после многих объяснений но поняла что именно этот рассказ это главное да это главное что есть в нашем народе главное что строить наш народ что делает наш народ главное что нас объединяет это сострадание и соучастие желание понять и помочь другим есть рассказ про раби футерфаса хасида любовеческого рэбе перед свадьбой он звал женихов к себе и просил пока просил показывать ему свадебное кольцо чтобы узнать кошер на оно или нет а после этого просила рассказать за нее жениха что же этот жених вот принес ему что же он видит перед собой что же такое свадебное кольцо золотое круглое отвечал жених да обычно в общем то больше он и не знал что сказать и тогда раби мэндл футерфас говорил посмотри внутри кольца вы знаете да у меня к сожалению нету кольца чтобы вам показать внутри кольца пустое пространство для чего для того чтобы ты для того чтобы ты не знаю мне показывать что не очень хорошо меня видно для того чтобы ты в это пустое пространство отлично что вы видите меня чтобы вот пустое пространство которое есть в конце ты мог туда вставить свой палец до что палец мог войти в кольцо для этого необходимо свободное пространство покупает кольцо берут специально определенный размер кольца потому что необходимо чтобы когда ты что-то даешь другому было пространство чтобы человек мог войти туда для того чтобы строить отношения с другим человеком необходимо раздвинуть отодвинуть свое эго и освободить место для мнения другого человека и это верно также как и в семейной жизни так и в отношении с другими людьми еще один рассказ тоже для меня не очень простой потому что имея детей скажу что я проходила тоже через такие вещи как-то одна семья переехала из одной страны в другую и они они были хаббатники они не смогли найти хаббатскую школу и поэтому они отдали в другую школу в бед яков все эти религиозных и редимных школ они решили что ну что же плохого в этом может быть и вот как-то девочка вернулась домой плача мама спросил ее что же случилось и она рассказала что они играли на перемене и мячик улетел за забор тогда к ней подошла одна девочка из класса и при всех сказала а ты знаешь что мой папа ненавидит вашего рэбэ вы хаббатники просто не религиозные люди знаете девочки такое сказать при всех и было лет восемь на что что как девочка ответила ей она ответила а вот мой папа очень любит твоего папу да и это мы с вами говорим про маленьких детей к сожалению мои дети когда мы приехали только в израиле они пошли учиться мы здесь были несколько лет мы слышали даже в самом хаббатском хедере где учились мои дети слышали такие выражения грязный русский такие и сякие то есть если до этого я вам рассказывала про войну да но результат этого в отношениях между людьми это приносил мир то тут я вам рассказываю про мирное простое хорошее время дети вместе учатся все прекрасно но при этом есть война война эго мы с вами знаем что у нас в народе все люди умные да но при этом как это известно у каждого еврея есть свое мнение ну каждый человек каждый еврей у нас это принято видит любую вещь каждую вещь каждый человек видит с разной стороны у каждого есть своя точка зрения абсолютно на все вещи и очень бы хотела сделать так чтобы наш народ он на он смог сделать так чтобы в результате различных мнений все приходило все приводилось к нахождению самой лучшей обстановке самого лучшего выхода и отношений между людьми но пока к сожалению такое не всегда получается и как же нам с вами жить когда мое мнение оно совсем не такое как твое а твое совсем не такое как мое должен же быть какой-то выход мы должны понять а для того чтобы понять откуда и что происходит наверное как всегда надо пойти к корню проблемы какой же корень проблемы мы с вами очень много говорили последнюю неделю во всяком случае я думаю что тут вот новый край на всяких разных других уроках тот кто ходил в синагогу и так далее говорили про недельную главу корах кстати я провела по ней уже тоже один урок пару дней назад да и важно понять что это недельная глава именно это недельная глава она говорит очень много о макло махлоките о спорах о 40 я бы хотела вообще спросить у вас все ли разные мнения должны приводить к спору и могут ли быть разные мнения без спора но во всяком случае может ли это закончится миром разговор с проявлением разных мнений да если мы вернемся к короху то что он такое сказал он не настраивал людей давайте сделаем новые выборы давайте совершим революцию в смысле этих свергнем а там новое правительство построим нет нет они все вместе собрались он собрал себе очень много людей вокруг себя причем людей знатных высокого звания там как я уже сказал на прошлом уроке это были и первенцы это даже были и леви то есть собрал всех как бы обиженных да с его интерпретация это и был его точка зрения что они что они обижены он смог их убедить что они обижены и все они пришли сказать мошэ вы не еврей и вы можете заходить в синагогу однозначно подойти к раввину сказать что я не еврей я хочу прийти в синагогу ничего плохого в этом нету да вы не можете жить такой жизнью как живут евреи выполнять на сто процентов но если вы вдруг увидите что вы близки к этому что вам это интересно что вдруг увидите какую-то вашу искорку то обязательно надо вам поговорить с раввином это я обращаюсь к терезе которая пишет почему про короха написано что он делал споры и ссоры всего-то пришли со своим мнением до сказать что товарищ муши ты не прав почему нельзя сказать что он думает по-другому да ну да он нашел себе еще людей нашел соратников всего пришел высказать мнение о маши вот тут я хочу чтобы мы подошли вот этому корню проблем и поняли вообще что как и откуда считается что корень души короха со второго дня творения да что было во второй день творения сказал всевышний и будет свод посреди вот то есть тут вода там вода посредине будет свод и будет он отделять воду отвод да и таким образом всевышний отделил воды которые под сводом отвод которые над сводом и и было именно так и там было день утро и день второй так почему нам важно эта информация когда мы сейчас говорим о спорах именно вот это отделение одного от другого написано что в этот момент был создан гейном то есть по-русски говоря от преисподне для грешников да то есть во второй день творения людей еще не было да не было еще хотя корень души был с первой секунды создание этого мира не не люди да а к корень души во второй день работа которую делал всевышним на самом деле она была не завершена в этот день возникла такая вещь которая называется разногласия а то от чего происходит наши с вами проблемы сегодня возникла еще до того как произошел человек корень возможность этого происхождения возникла в йом шини создания мира и если может быть вы живете в израиле и так далее вы слышали очень часто есть такое выражение йом шлиши по моим китов то есть йом шлиши дважды хорошо двойное благословение потому что в третий день был исправлен второй день в чем тот самый махлокет про который мы с вами говорим и каким образом это связано с этим вторым днем во второй день все разделилась и стала просто вот как две горизонтальной линии снизу сверху одно отдельно от другого то есть каждый сам для себя и давайте попробуем понять тогда с вами что это такое каждый сам по себе для примера давайте попробуем возьмем с вами семь нот которые у нас есть какие-то ноты до очень интересно для тех кто не знает что семь нот это каждая нота по дню по дню творения недостаточно того есть семь цветов эти тоже семь цветов по дню творения недостаточно этого тот кто знает семь вообще у нас у особое такое число до каждая нота каждый цвет имеет отношение к определенной сфере так вот с второй день то что мы с вами говорим это гвура третий день это тиферет гвура это гордыня гордыня которая переполняла все что есть это тут это там да ни в коем случае не сливаться ни в коем случае не быть вместе именно поэтому я вам тут рассказывала о том что корах душа его корень его души именно с этого второго дня творения потому что корах хотел чтобы каждый был свят чтобы каждый человек был отдельной единицей муж и же хотел чтобы мы все были единым народом муж и хотел чтобы один мог дополнить другого и каждый мог не только давать но и получать корах хотел чтобы каждая нотка оставалась сама по себе у нас будет отдельно то у нас будет отдельная отдельно 7 миллиарда будет у каждого свое соло но никогда мы не сможем сделать никакой симфонии никакого вместе совместного музыкального произведения если человек чувствует что ему чего-то не хватает да то вот именно на третий день появилась вот эта возможность делиться и получать и только благодаря этой возможности произошедшие на третий день творения мы можем с вами являться народом они отдельной личностью кто-нибудь смотрел из нас фильм бриллиантовая рука если вы смотрели этот фильм может быть вы помните замечательную совершенно песню которую пел миронов остров невезения весь покрытый зеленью абсолютно весь остров невезения в океане есть да там живут несчастные люди дикари на лицо ужасные добрые внутри там живут несчастные люди дикари что они не делают не идут дела почему у них не идут дела обратим внимание видно в понедельник их мама родила что такое понедельник что такое понедельник понедельник это йомши не откуда взял миронов откуда они взяли вот это знание что это очень непростой день когда у нас рождаются наше эго наши вот это желание сделать кстати когда человек рождается всегда стоит посмотреть какой день недели он родился потому что от зависимости от этого он берет свойства этого дня до видно их мама родила мама родила так вот корах предлагал каждому становиться коинга доль каждому становиться отдельной личностью ведь он говорил мы каждый из нас получили вот эти одинаковые возможности и каждый из нас самостоятельно почему я должен с кем-то делиться почему он должен быть только почему он должен давать нам приказание почему он должен говорить что мое место другое или такое я хочу быть коинга доля я хочу быть большим я хочу быть главным да это вот то что было то что говорю корень души в емши не я хочу быть главным и это то что корах принес и то что мы выучили из всей этой истории что у нас есть потом емш-лиши если мы хотим исправить каждый из нас может исправить свой эгоизм да как мы его исправляем соответственно учимся принимать и давать это единственная возможность чтобы был мир в семье когда ты можешь и принять и дать напоследок я вам расскажу анекдот чтобы никто из нас в этом анекдоте никогда не оказывался анекдот который знает абсолютно все поэтому надо закончить на какой-то положительной такой ноте положительной да то есть попали два еврея на необитаемый остров их находят через три месяца на острове стоит сколько три синагоги и спрашивают а третье вам зачем в первую ходят мощи вторую ходят хаэм а в третью мы не ходим почему мы ее не любим так вот давайте постараемся не важно что думает этот человек какому движению он относится что он знает что он понимаем давайте просто пытаться давать место один другому научиться слышать принимать и тогда с божьей помощью даже в самых тяжелых ситуациях даже не дай бог не дай бог в состоянии войны все равно будет мир и любовь иначе не дай бог можно остаться в состоянии емшини когда есть гейном когда есть ад когда мы нашу жизнь тут в этом мире превращаем в ад хорошей вам недели и хороших новостей всего хорошего